Приветствую! К сожалению, реальность устроена таким образом, что вопросы принятия наследства всегда остаются актуальными. И во время военного положения принятие наследства является определенной проблемой. И естественно, здесь есть определенный круг проблемных вопросов. Одним из таких вопросов является вопрос срока принятия наследства во время военного положения. И если вы искали этот вопрос в интернете, то вы могли встречать такую информацию, что срок принятия наследства составляет 6 месяцев. Второй вариант. Срок принятия наследства во время военного положения не ограничен, то есть он продлен на весь период военного положения. И третий вариант. Срок принятия наследства ограничен 4 месяцами. И вот здесь вопрос, а какой же вариант правильный? И скажу так, каждый из этих вариантов правильный, либо был правильный в определенный момент времени. На сегодняшний день, на 23 сентября 2022 года, вопрос сроков принятия наследства регулируется постановлением Кабинета Министров Украины, которая называется «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения». Как вы видите, это сайт Верховной Рады. Ссылочку я оставлю на данное постановление в описании к видео, чтобы вы могли всегда зайти и проверить, а какой же срок на сегодняшний день. Почему это важно? Потому что срок принятия наследства уже менялся и менялся два раза. И вот здесь есть пункт третий, который на сегодняшний день гласит, что И вот здесь как раз и кроется вот эта непонятная информация, да, противоречивая информация в интернете, которая есть. Дело в том, что в начале военного положения действительно срок составлял 6 месяцев. Потом вот этим постановлением срок был продлен на весь период военного положения, а потом все-таки было введено ограничение и срок продлили на 4 месяца. Что это значит? Значит, это значит, что фактически на сегодняшний день у нас есть общий срок принятия наследства, который установлен действующим законодательством, и он, как мы с вами знаем, полгода. Но в период военного положения, согласно постановлению Кабинета министров, Данный срок может быть продлен еще на 4 месяца. Соответственно, фактически сегодня, при условии продолжающегося военного положения, срок принятия наследства составляет 10 месяцев. Какой же конкретный срок в вашем случае? Друзья, никто этого не знает. Объясню почему. Потому что датой истечения срока является либо дата окончания военного положения, либо дата истечения 10 месяцев с момента открытия наследства. То есть, у вас либо есть 10 месяцев, либо же меньше 10 месяцев. Но вот сколько конкретно, непонятно. То есть, от полугода, по сути, до того момента, когда закончится военное положение. Друзья, будьте внимательны в этом вопросе. Не пропустите срок, потому что в дальнейшем, если вы этот срок пропустите, не тот факт, что вы пребывали за границей, не тот факт, что было военное положение, уже не спасет вашу ситуацию. И вы не сможете, соответственно, вступить в наследство. Поэтому будьте внимательны, отслеживайте этот момент. И постарайтесь все-таки вступить в наследство, подать заявление о принятии наследства в те сроки, которые предусмотрены законодательством. И вот есть у нас полгода. Постарайтесь все-таки в течение этих 6 месяцев вступить в наследство. Вы сможете избежать многих проблем. Потому что та норма, о которой мы говорим сегодня, может измениться уже завтра. И, соответственно, будет проблема. Поэтому, чем быстрее вы принимаете наследство, тем лучше, соответственно, для вас. Друзья, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на этот канал, если вы считаете, что данное видео было полезно. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании. Там будет больше информации, чем есть на ютуб-канале. Друзья, напомню также, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok